Смотри видосы и ставь лайкосы! Привет-привет, друзья мои, добро пожаловать! Сегодня мы с вами устроим разбор полетов, обсудим, оценим очередной трейлер The Sims 4 Путь к Славе. Как вы знаете, 16 ноября, 16 же, да, выходит очередное дополнение. Мы с вами смотрели первый трейлер, но он был таким вот, знаете, совсем общим. То есть нам там рассказали, показали, что в принципе планируется, ну а в этом трейлере мы уже с вами детальненько сможем все обсудить, посмотреть. Ну и, конечно же, я буду в конце ролика ждать ваши комментарии по поводу того, как вам этот доп. Что-нибудь изменилось с момента предыдущего трейлера? Может быть, что-то добавилось, что кардинально поменяет ваше отношение к этому дополнению? Потому что, честно говоря, под прошлым трейлером я видела, ну, у меня на канале, ребята писали, что, мол, кто-то ждал сверхъестественного. Кстати, по поводу сверхъестественного, посмотрите завтрашний мой ролик, я там кое-что расскажу по поводу сверхъестественного. Ну, кто-то ждал, наверное, чего-то большего. Ну, а сегодня мы с вами уже сможем оценить более детально, что же там такое будет. Тем более, что сейчас у нас, ну, вы смотрите 10-го числа, осталась буквально вот неделька до выхода этого допа, и уже, знаете, не терпится поиграть. Да, конечно же, я тоже ждала сверхъестественное. Ждала. Ждала. К сожалению, не вышло. Но Путь к Славе это тоже интересное разнообразие, тем более, что вы сейчас посмотрите, вы просто обалдеете. Сразу вам хочу сказать, я озвучила этот трейлер, потому что он вышел на английском языке, русские субтитры, но я знаю, что многие ребята смотрят на мобильном телефоне, поэтому я решила озвучить, вам, наверное, будет так удобнее, потому что с мелкого экрана, может быть, не все видно, не все понятно. И да, вот тут внизу идет голубая полосочка, она просто прикрывает плеер, чтобы он вам просто как-то, ну, не мозолил глаза. Ну что, давайте сначала посмотрим, вы меня послушайте. Надеюсь, что мы с вами не оглохнем, я постараюсь сделать трейлер не очень громким. Давайте с самого начала его поставим. Черный экран, надеюсь, вы готовы. Ну что, погнали. В The Sims 4 Путь к Славе звезды сияют и тускнеют в новом мире Дель Сольвелли. В Мираж парке живут талантливые артисты, испытывающие трудности актеры, жаждущие славы музыканты и даже уверенные в себе лидеры мнений, все следующие своим мечтам. Путь к Славе ведет на бульвар Старлайт, где можно встретить мировых знаменитостей. Здесь находится самый эксклюзивный клуб в Дель Сольвелли. Чтобы попасть внутрь, Симам предстоит повысить уровень славы. Обрести известность можно по-разному. Общение со звездами, быть ребенком знаменитых родителей, пожертвования в благотворительные фонды. По мере роста уровня славы, Симы получают доступ к различным преимуществам. Позируйте, станьте законодателем моды, тусуйтесь с поклонниками. Но будьте аккуратней, с великой славой приходят некоторые трудности. О, как неловко. В студии Plumbob Pictures Симы мечтают стать актерами. Это новая активная карьера в дополнении. Попав на съемочную площадку, выберите костюм, а затем прическу и макияж. Репетируйте с другими звездами, добивайтесь целей, улучшайте навыки актерского мастерства, рискуйте, и ваш Сим может стать суперзвездой мирового масштаба. Скоро ваш Сим добьется славы в Дель Сольвелли и захочет большего. Больше симолеонов – больше проблем. Популярные знаменитости живут в Пинаклс. Здесь Симы смотрят на мир свысока и наслаждаются всеми прелестями жизни. Капсулы сна, домашние акулы, декор с тигровым узором. Ого, золотой унитаз! Тратить деньги можно по-разному и с разными Симами. Стань звездой в Дель Сольвелли. В The Sims 4 путь к славе, друзья мои. Ну что я вам могу сказать? Сказать, что это круто, это ничего не сказать. Когда я озвучивала этот трейлер, я как-то даже видеоряд толком не смотрела. Я просто взяла текст, озвучила его и наложила поверх трейлера. Ну да, с вырезками, вставками, но сам видеоряд я вообще не смотрела. И знаете, это так круто. Все-таки мы с вами были правы. Активная карьера у нас появится. Но то, что мы с вами можем там выбирать какой-то костюм, какие-то макияжи, какие-то стили, это вообще мега круто. Это круто. Скажите, что это реально будет круто. В общем, давайте с самого начала начнем, а то как-то я вот выключу давайте я звук, чтобы уже на фоне я говорила. Хотя на фоне я там тоже говорила. В общем, неважно. Я под впечатлением. Хочу вам сразу сказать, что я под впечатлением. Да, я ждала сверхъестественное. Да, мы все ждали. Но вот знаете, сейчас я вот пересмотрела Путь к славе, и как-то я понимаю, что очень не хватало такой вот какой-то карьеры, такого вот стиля в 74, чтобы у нас действительно было разделение, что у нас появятся знаменитости, которые будут ходить вот так, вот сяк, они будут задирать нос. И может быть, у нас будет какая-нибудь там, не знаю, история появится, связанная со знаменитостями. Не знаю, посмотрим. Я не буду пока что спойлерить. Но в любом случае, ребята, вы ждите. У нас с вами будет обязательно ролик. Я даже не знаю, а может ролик, может стрим проведем, а почему бы и нет. Вы напишите в комментариях, что вы больше бы хотели. Обзорный ролик, или же может реально постримить? Я никогда не стримила дополнение. Посмотрим. Поживем, увидим. Пока что ничего вам обещать не буду. Вы следите, кстати, за новостями в сообществе. Ну, а мы с вами будем приступать. Итак, нажимаем кнопочку play. Я надеюсь, что мою мышку же видно, да? Вот я вроде смотрю, на втором экране вроде ее видно. Итак, Sims будет к славе. Честно говоря, райончик, знаете, мне кажется, что это будет более гламурный район Ну, вообще, это, в принципе, было бы логично, потому что сам Сан-Мишуна у нас такой город, знаете, типа стильный, модный, молодежный. И я так понимаю, что Дель Сальвелли тоже у нас будет в таком же стиле. Стильный, модный. Итак, как видите, у нас появится несколько здесь районов. То есть у нас будет район для богачей, для более простых симов. Мне интересно, как это будет реализовано. Опять-таки, оно будет сделано как в том же Сан-Мишуна. То есть, допустим, там вот как у нас специи, шмецы. То есть, может быть, так будет реализовано. А может быть и нет. Значит, у нас звезды сияют и тускнеют. Да, понятное дело, что мы с вами сможем как подняться на вершину, так и тинь-тинь-тинь-тинь-тинь с этой вершины скатиться. Ну что, это у нас, наверное, прототип Беверли Хиллс или, ну, в принципе, Голливуда. То есть, скорее всего, я так думаю, что Дель Сальвелли это и есть Голливуд. Ну, как бы, Голливуд в всем мире. Начнем мы Мираж Парк. То есть, вот это место, наверное, где мы... Хотя вот Мираж Парк, я смотрю, он, блин, похож на Уиллоу Крик. Ну, то есть, опять-таки, понятно. У нас есть пригород, скажем так, и есть сам основной город. Но это, в принципе, вполне логично. Мне, кстати, блин, мне вот эти машины, я на них смотрю, я понимаю, что не будет транспорта. У нас тут нет открытого мира. Ну, как-то вот... Ну, не хватает. Я бы хотела машинку, хотя бы примерную, знаете, такую вот примерную машинку, хотя бы для красоты. Итак, у нас тут талантливый артист. То есть, наверное, свой карьерный путь мы сможем начинать именно отсюда, потому что я понимаю, что денег у нас не будет. Денег у нас вообще не будет. Мы можем с вами, я так понимаю, что начать выступление на улице. То есть, знаете, как там вот эти у нас были живые статуи, то есть, скорее всего, здесь у нас будет что-то примерно то же самое. Наряды. Ну, в принципе, такую кофточку я вообще не помню, чтобы у нас была розовая в полосочку. Понятная идея, что у нас появится куча нарядов для наших знаменитостей, то есть, для тех, кто будет у нас где-то играть, какие-нибудь позы, сцены. Поэтому, понятная идея, что у нас что-то такое появится. Тут у нас, в принципе, понятная идея, что такие комнаты... Знаете, что я бы сделала? Я бы сделала на месте разработчиков, добавила, но я понимаю, что здесь этого не будет, но это так. Раз у нас как бы район победнее, сделать типа общежитие. То есть, что, допустим, у нас Сим снимает именно комнату. Вот как у нас был с Анмишуна квартиры снимаем, то и мы могли снимать конкретно комнаты. Чтобы, допустим, у нас бедная начинающая актриса, она у нас будет жить в маленькой комнатюшке, она будет репетировать, зарабатывать деньги. Ну, как-то так. Хотя это можно все разыграть, в принципе. Как вы видите, у нас тут есть актеры, у нас тут есть музыканты, и у нас могут быть даже, как там дальше будет говориться, лидеры мнений. Блин, мне прическа у нее нравится. По-моему, этих причесок у нас не было. Вот. Лидеры мнений. Ой, смотрите, да у него стол нет. Ну, не такой, как у меня, конечно, но почти как у меня. И свет, и, смотрите, программки различные для записи, и микрофон стоит. Только почему он вдруг решил себя снимать голым, я, честно говоря, понятия не имею. Какой-то, может, он, конечно, фитнес-тренер, я не знаю, но, блин, голый молодой человек, молодой человек, тебе лучше одеться. Дроны. Ребята, у нас появятся дроны. И вот мне интересно, что у нас будут они собой представлять. То есть это будет как... как что? То есть оно будет нас снимать, или оно нам будет, там, не знаю, как мобильный телефон летать за нами, или как камера, или как что? То есть очень интересно. Дроны я когда увидела, когда озвучивала, я так думаю, стоп, какой дрон? Откуда там может быть дрон? Серьезно? Дрон? В общем, в любом случае, оно смотрится очень прикольно. Я надеюсь, что дроны у нас не будут в разряде животных, хотя, знаете, ну, будет у нас такой животный дрон. У нас же в Sims Freeplay есть электронные, электрические животные. Почему здесь не может быть дрон, как животное? Так, бульвар Starlight. Да, ребята, путь к славе ведет на бульвар Starlight. Ну, понятное дело, что место, где у нас, наверное, тусуются наши знаменитости. Вы посмотрите эти кривы. Блин, мне вот эта прическа очень нравится. Мне вот эта прическа у бабены, которая еще у нас там, ну, в прошлом трейлере, она и тут есть, зелеными волосами, она мне очень нравится. А знаете, мне почему-то сразу перекликается с певицей Си, то есть у нее тоже как бы, ну, не такая же, конечно, прическа, но мне, блин, она очень нравится. И вот эта прическа мне тоже нравится. Мне вообще здесь много чего нравится, хочу сказать. Помните, мы с вами делали обзор на мод Путь к славе, и я так понимаю, что тут, скорее всего, 90% будет как раз, как в этом моде. Ну, то есть, как бы у нас будут знаменитости. Если ты растешь уровнем, то за тобой начинает больше народу ходить, больше следить, больше фоткать, больше там, какого-то внимания проявлять. У парнишки явно новая прическа, курточка, ну, наверное, штаны тоже новые, я так понимаю. Вот это у нас прическа, по-моему, в одном из последних бесплатных обновлений. Появилось, такой вот костюмчик, слушайте, ну, вы посмотрите, автографы будем раздавать. Мы будем с вами раздавать автографы кольца. Вы посмотрите, ну, это просто, просто феноменейшн. Классно смотрится. То есть, понимаете, если откинуться, опять-таки, возвращаясь к нашим баранам, очень здорово, что добавят такое дополнение. Его не хватало, вспомните, сколько мы с вами историй проходили. Реально хотелось вот какую-нибудь знаменитость взять, чтобы ее можно было именно внедрить в игру, а не просто там придумать, ммм, а вот это сегодня у нас будет знаменитостью, а вот тот будет не знаменитостью. То есть, как-то вот не хватало этого всего. Не хватало. Это у нас, по-моему, клуб, эксклюзивный клуб. То есть, сюда мы с вами сможем попасть, если мы будем очень известны и талантливы, либо если мы будем давать взятки. Ребята, вы представляете, то есть, у нас тут еще и взятки мы сможем давать. Но это вообще не айс. Хотя мы с вами уже давали, по-моему, на чай кому-то, еще какие-то дела. То есть, скорее всего, может, как-то так это будет обыгрываться. Но в любом случае, вот этот моментиц, неужели реально мы сможем давать денежки, и нас туда будут пропускать? Но посмотрим. Это у нас все тоже будет показано. Посмотрим, разберемся. Спорт-клуб. Посмотрите, какой спортивный клуб. Я надеюсь, что это тоже спортивное заведение, которое у нас добавится. То есть, оно у нас будет у нас в райончике. И мне он, кстати, тоже очень понравился. Смотрите, как все стильно, модно. Я не помню вот эту майку, вот эту футболку. Я так понимаю, что, скорее всего, татухи могут новые появиться, потому что, блин, ну, многие знаменитости, они у нас с татуировками. Смотрите, какой стильный, кстати, клуб. У нас новые беговые дорожки, я так понимаю, будут. Я таких стеклянных, честно говоря, не видела. Вот этот будет момент очень интересен. Общение со звездами, быть ребенком знаменитых родителей. То есть, какое будет отношение к детям знаменитостей. То есть, как-то их тоже будут попараться. В принципе, я сейчас, вот мы с вами сейчас разбираем, и я вспоминаю Sims 3. Мы же сейчас с вами введем проект Черная Вдова, которая у нас такая вся известная, убийца. То есть, она как бы известная и убивает людей. Так вот, к ее детям, помните, бегали за ними попараться. То есть, как здесь это будет реализовано? Скорее всего, тут тоже будут за нашими детишками. Если у нас ребенок родился, то мы с вами будем такими вот примерными родителями, у которых за детишками будут бегать эти самые попараться. Но это мы с вами все увидим. Мы все увидим. Может, тут как-то и дети смогут развивать свои, скажем так, известнические наклонности. То есть, может, дети, знаете, там у них может появиться какая-нибудь там черта, типа, зазнайка и так далее. Хотя у нас так есть самоуверенные. Но в любом случае, мне непонятно, почему ребенок находится в ночном клубе или в каком-то баре, и там за день... А, ну, может, это родители, я не знаю. Наверное, родители. И мы с вами сможем заниматься благотворительностью. То есть, в принципе, это тоже интересный момент. Интересный... Вот, кстати, этого платья тоже не видела. Прически не видела. Скорее всего, тут очень будет много причесок и нарядов, как я уже говорила, связанных с карьерой сугубо. Благотворительный фонд. Вот, ребят, вот это уже здорово. Сведение о славе. То есть, вам ничего от не напоминает? Мне оно напоминает наши вампирические наклонности. В принципе, оно логично, что у нас получается, грубо говоря, древо прокачки. Древо прокачки наших персонажей. То есть, сначала мы там где-то, может быть, за кулисами стоим, что-то там делаем. Потом мы с вами становимся хорошими актерами, хорошо выступаем, там-там-там-там-там. Ну, и в итоге мы становимся супер-пупер знаменитостями. У нас появляются какие-то черты. Мы это с вами все посмотрим. О, смотрите, смотрите. Вот видите, всякие... По мере прокачки мы можем себе выбирать какие-то черты, ну, и уже становиться там знаменитостью. Любимец поклонников. Вы посмотрите, какие у нас с вами есть различные возможности. То есть, мы сможем с вами стать действительно... Вот мы выходим, короче, такие стали в позу, и все ребята вокруг лежат у наших ног. Нет, вообще это здорово. Станьте законодателем моды, ребятки. Первопроходец. О, нет, ну, в принципе, я не удивлена, что будут люди, которые будут повторять за нами. Особенно мне очень нравятся вот эти ботиночки и носки цветные. Это топ. Это топ in the world. И такой вот шарфик. Кстати, у нас шарфиков было всегда мало. Тусуйтесь с поклонниками. Вот это будет тоже интересно. Может быть, свита. Может быть, мы с вами сможем какие-то тусы, закрытые тусовки, закрытые вечеринки проводить. Что-нибудь там для наших поклонников организовать. Вот мне, правда, будет только интересно, как оно у нас будет реализовано. Но в любом случае мы с вами это все увидим. Блин, ребят, какая-то неделька осталась, и все. И все мы с вами посмотрим. Будьте аккуратнее, с великой славой приходят некоторые трудности. Вот, ребят, у нас могут появляться сумасшедшие поклонники. Вот эта прическа, кстати, мне очень нравится. Да, я была права, она получается новая. То есть у нас такие вот тут, видите, такие бубочки висят. Ну, в смысле бубочки, колечки висят. Мне она нравится. Мне она действительно очень нравится. Мне почему-то ассоциация с какой-то там Дейенерис. Ну, правда, у нее другая была прическа, но вот что-то такое. Стильненькая, модненькая. Мне интересно, как будет реализована сумасшедшая поклонница. То есть, может быть, они будут за нами, там, не знаю, шпионить, следить. Может быть, будут заглядывать в окна. Я помню, по-моему, в 73 была реализована такая штука, когда кто-то может ходить к вам в окна заглядывать. Это было прикольно. Но, честно говоря, я бы не хотела, чтобы у наших симов были какие-то сумасшедшие поклонники, но все может быть. Такс. Ну, вот это, кстати, очень интересно. Пламбопикчерс. То есть у нас появляется студия. Студия, где снимают кино. И, как вы понимаете, вот тут немножечко нам пролили свет на то, как это будет выглядеть. Мы с вами получаем новую активную карьеру. Вы посмотрите на эти наряды. Блин, мне этот хвостик нравится. И вот этот наряд нравится. И вот это все мне нравится. Вот все-все-все мне здесь нравится. Оно смотрится очень здорово. То есть у нас, получается, мы, наверное, приходим и вот будем получать... Повучать. Получать повышение по службе. Интересен момент. Выберите костюм, прическу и макияж. То есть вы видите, у нас тут есть разные сцены. Как будет? Все равно вот до конца мы с вами пока не поиграем. Мы не поймем, как это все будет реализовано. То есть я пришел такой в гардероб, переоделся и типа идем как-то эктить. Ну, скорее всего, у нас будет просто какая-то цепочка заданий. Ну, честно говоря, я так думаю, будет все реализовано. Ну, вот как видите, здесь у нас даже не просто ролик. То есть это у нас как бы если чувачок с пломбовым, то как бы это уже игра. Кто-то уже там где-то выступает. Вот нам одежду подбирают. Ну-ка. О, макияжец. И теперь мы с вами принимаем участие в различных сценках. То есть с нами будут тоже тусить какие-то знаменитости. Мы можем, наверное, с ними познакомиться. Будем с ними куда-то ходить, повышать свой рейтинг славы. Ну, это уже здорово. Это уже здорово. Мне очень нравятся здесь декорации. Эти декорации очень хочется посмотреть, принять участие в различных сценках. Это вообще какая-то почти игра престолов, но не совсем. Попринимать участие... Ой-ой-ой. Как неловко. Какая неловкая ситуация. Вот эта прическа, о которой я вам говорила, мне она просто дико нравится. Это вообще какой-то там сталкер, не сталкер, получается, метро или еще что-то типа такого. Но выглядит, конечно, здорово. Еще интересен момент, как у нас будет проходить награждение. Как вы видите, мы можем стать суперзвездой мирового масштаба, то есть нам что-то подарят. Ну, как бы... Это, скажем так, почти Оскар у нас с вами будет. Но как это будет выбираться? То есть, получается, мы с вами должны будем достичь какого-то этапа, наверное, нашей карьеры. И хотя, скорее всего, мне кажется, тут не будет какой-то заморочки, как в Оскаре, голосование или еще чего-то. Просто мы там, допустим, доходим до какого-то этапа и нам дарят нашу награду. Скорее всего, будет так. Я не уверена. Я не уверена, но это, опять-таки, сугубо мои предположения. Вы пишите в комментариях, что вы думаете. Конечно же, когда мы с вами станем супер-пупер знаменитостью, мы с вами уже, конечно, не захотим жить не пойми где. Мы с вами захотим жить в шикарных апартаментах. Нам нужно будет, понимаете, вот мы с вами выходим на улицу, тут везде папарацци, понятное дело, что хочется чего-то более тихого. И у нас появляется Пинаклз. Пинаклз это действительно, наверное, Беверли Хиллз. Я, к сожалению, не сильно в Голливуде. Я как-то никогда особо не интересовалась жизнью знаменитостей. Но я так понимаю, что это у нас голливудский... Ну, это Беверли Хиллз, о чем я уже заговариваюсь. Я, конечно, вот сейчас смотрю на эту карту. Я понимаю, что у нас не будет этой всей карты. Но, блин, представьте, если бы нам в каком-то допе дали бы огромнейшую, огромнейшую карту. Вот это было бы здорово. Вот это было бы круто. Как видите, вид просто шикарный. Посмотрите. Вы посмотрите на этот вид. Во-первых, с нами тусит наши друзья знаменитости. Вид просто... Эти лучи прожекторов. Это цвет. Это подсветка. Это просто красотища. Мы с вами сможем, видимо, устраивать какие-то вечеринки. Деньги. Да, деньги. Это у нас финансовые проблемы. Посмотрите, как классно. Я так понимаю, что капсулы, это будут у нас аналоги такого, знаете, быстрого высыпания. То есть, как бы, ну, у нас есть кровати, где-то бодрость там 9-10, а тут, может быть, я не знаю, тут будут максимальные условия. То есть, мы с вами выспались. Более-таки, более-менее бодренькие. Я смотрю, что у нас, если это шторы, конечно, то новые шторы, новые окна, новые кресла. Это, наверное, тоже лампа. Смотрите, какое классное красное вот тут вот. Ай, блин, вы не видите, ребят. В общем, ссылка на трейлер, конечно же, будет в описании. Вот тут у нас зеркало такое вот ярко-красным светится. Очень здорово смотрится. Очень круто. И я смотрю на пол, на пол, у нас с вами такой вот коврик симпатичный, что мне тоже очень нравится. Домашние акулы, ребята, меня, честно говоря, удивили. То есть, мы с вами сможем купить прудик с акулами. Прудик с акулами. Прудик с акулами. Прекрасно. А почему нет, ребят? Ну, почему? Почему мы можем заводить котика в собачек, а прудик с акулами мы с вами завести не можем? Классно. Ну, я надеюсь, что... Я надеюсь, что у нас не будет летальных исходов. Честно говоря, я как-то увидела вот это... Вот это количество леоперда с тигром. Ну, в смысле, это тигр, конечно. Но это такой образный тигр и леоперт. Ну, это, знаете, такой вот типичный дом, наверное, какой-то знаменитости. Если вы смотрели, допустим, у тех же популярнейших наших... нашего семейства, не будем сейчас говорить про кого, про которого снимают... про которую семейство, оно, про которое снимают ток-шоу, то там, конечно, не так все ярко, насыщенно, но в любом случае, это, знаете, вот такой типичный взгляд на богатых людей, что у них обязательно должно быть все яркое, броское, такое вот просто, чтобы, знаете... Наверное, это с целью, чтобы приходили ваши друзья и такие... А у него лучше, у него леопардовый диван. Хочу себе леопардовый диван. Обязательно. Это сейчас список моды. Ну, ребят, я думаю, что до такого мы тоже с вами дойдем, если у нас наш сим станет супер-пупер-мега-знаменитым, будет. Это тоже у нас с вами будет. Вот смотрите, у нас тузы. Смотрите, какой классный у нас бар добавился. Наши награды стоят. Интересно, кстати, сможем мы одну награду за все время получать или же несколько? Ну, как с Оскаром бывает несколько или один. Круто! Вы посмотрите, как же здорово все. Золотой унитаз. Да, ребята, золотая ванна. Посмотрите на эту ванную. Золотая ванна, золотые полотежки, золотой унитаз, золотой умывальник. Это, скорее всего, не думаю, что это просто тумбочка, золотое зеркало. А, балладеть, посмотрите, плитка золотая. Ну, это просто вот идеальный дом для знаменитостей. Кстати, мне очень нравится эта мраморная плиточка, очень красиво смотрится. Ну, и, конечно же, деньги, ребята. У нас, получается, даже будет, ну, это, по-моему, перегиб. Бросать деньги в огонь это перегиб, хотя, вы же знаете, здесь эти знаменитости у них там свои причуды, и нам их не понять. Мне кажется, кстати, камин достаточно новый. Вот этот момент с сейфом мне очень понравился. Ну, понятное дело, что у нас появится в уху в деньгах, я так понимаю. Да, у нас в уху, вы просто, вы просто представьте, то есть приходит один с ним к другому, там возлюбленный к возлюбленной. Возлюбленный ведет ее к себе в сейф и говорит, ммм, дорогая, у меня тут новая кучка денег, ты не хочешь со мной? Ммм, ммм, в кучке денег. Это, конечно, здорово, но вот этот меня момент немножечко смутил, что тут закрылся сейф и все. И типа, до свидания. И даже не думайте, что вы сможете отсюда выбраться. Вот этот тоже и сейф будет интересно посмотреть. Это круто. Это реально круто, но, к сожалению, к сожалению, у меня до сих пор, блин, я какая-то совсем призрак получилась. Давайте вернемся сюда. Хотя бы здесь остановимся. В общем, к сожалению, до сих пор у меня есть очень много вопросов. Опять-таки, по поводу того, как будет реализована карьера. Понятно, что это будет активно, но как она будет выглядеть? Как у нас будут проходить все эти повышения? Награды. Вот тот же сейф, как у нас это все будет? То есть мы с вами сможем полноценный... Ну, это не сейф. Понятное дело, что это скорее сейф-рум, то есть сейф-комната. Как это будет сериализовано? Как мы с вами будем переезжать в тот же Пинаклс? Вообще интересно. Вообще здорово. То есть если у нас появится, по сути, игра в игре, то есть как бы у нас тут совершенно будут другие возможности, мне кажется, это будет просто феноменейшн. Конечно, хочется увидеть какое-то еще интересное дополнение. Я не знаю, сколько еще у нас выйдет допов, к сожалению. Пока что мне часто ребята спрашивают в комментариях, типа, Даша, ты знаешь какие-то новости про 75? Но, насколько я знаю, пока 74 не выпустит там энное количество допов, энное количество игровых наборов, ну, не будет пока 75. Пока анонсов никаких не было. Да, люди пытаются выдергивать откуда-то там, что информация как будто бы где-то выйдет 75. Да, он скоро, за углом 75. Но на самом деле, мне кажется, что пока что еще рановато. Я думаю, что у нас еще впереди достаточно много различных проектов выйдет в Sims 4, поэтому пока что ждем. По поводу этого трейлера, ну, мне нравится. Мне действительно нравится, как это все реализовано. То есть, мне кажется, что доп получится законченным. Да, кстати, ребята мне подсказали в прошлой серии под прошлым трейлером. Я как-то не обратила внимания. Подождите, в конце нам не пишется? Нет? Нет? Просто оформите предзаказ. 16 числа? Да, я была права. Так вот, мне ребята подсказали, что этот доп будет стоить 2000 рублей. Как вам сказать? Я основную игру покупала за 1499-1500, ну, и все остальные у нас получились 500, 1000 и 1500. 2000? Ну, как вам сказать? Мне кажется, что на 2000 игра должна быть настолько крутой, что вот мы скажем, да ладно, все, забирайте мои 2000, я согласна играть. Мы с вами посмотрим. Вы у меня можете всегда посмотреть. Мы, как я уже сказала, либо у нас будет трейлер, либо у нас будет стрим, либо у нас будет обзорный ролик, хотя я понимаю, что тут будет не один обзорный ролик. Вы же понимаете, что тут будет огромное количество обзорных роликов, потому что тут очень много мелочей. Поэтому я вот подумываю о стриме. Я пока не знаю, вы заглядывайте в сообщество, в новости, я обязательно там напишу. Но в любом случае будет интересно. Будет интересно поиграть, посмотреть, стоит ли оно этих 2000 или не стоит. Получилось то, что я увидела, или же наоборот у нас получилось что-то совсем не то, что я надеялась увидеть. Но в любом случае я жду ваши комментарии. Ребят, пишите, пожалуйста, как вам этот трейлер, что-то вы для себя подчеркнули. То есть, может быть, вы можете мне подсказать что-то я не заметила, что-то интересненькое, что-то новенькое. Может быть, у вас появились какие-то идеи. То есть, например, как у нас будет реализована актерская, скажем так, деятельность, как у нас вообще все это будет развиваться. Ну и, конечно же, напишите, ваше мнение изменилось после первого трейлера или же нет. То есть, как бы, вы будете брать этот доп или же не будете. Да, для всяких случаев я вам говорю сразу, я пользуюсь версией из Ориджина, то есть, у меня лицензия. Поэтому, когда начнутся вопросы «Даша, где ты скачала?» Ориджин, ребят, вон у нас предзаказ 16 ноября. Ждите, выйдет. Пиратками и прочим я, к сожалению, не пользуюсь. Поэтому подсказать вам ничего не смогу. В любом случае, я надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки. Мы с вами тут так миленько поболтали. Подписывайтесь на канал. Обязательно жмякайте на колокольчик, чтобы вам приходило уведомление. Увидимся уже в новых сериях очень скоро. Хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok